Гай Валерий Катул Гай Валерий Катул родился в состоятельной семье на севере нынешней Италии, в городе Вероне, тогда еще находившейся в предальпийской Галлии. Отец, друживший с Цицероном и имевший тесные связи в аристократических кругах, пожелал дать сыну хорошее образование. В конце 60-х годов он отправил его в Рим, где тот познакомился со многими знатными римлянями и повел рассеянный и праздный образ жизни. В 57-м году вместе со своим другом Катул совершил путешествие в Малую Азию, которое обогатило его новыми впечатлениями. Умер Катул совсем молодым, 30 лет от роду. После него осталось 116 стихотворений. Как поэт он принадлежал группе лириков, названных в насмешку Цицероном неотериками, то есть новыми поэтами. Неотерики развивали в основном малые литературные формы – эпиграмму, элегию и другие, сознательно противопоставляя их большим формам – эпосу и драме. Это имело для них программное значение. Так новые поэты высказывали презрение к общественной жизни и полное удовлетворение жизнью частной, личной. «Дружеский кружок», – пишет Гаспаров о поэте, – «заменяет для Катула государство. На дружеский обиход переносятся понятия общественных добродетелей – доблести, верности, твердости, благочестия». Образцом для неотериков служила алинистическая греческая александрийская поэзия, вождем которой был греческий поэт Калемах около 310-240 годов до Рождества Христова. Стихотворения римских поэтов отличались ученостью и совершенством формы. Они первыми, считаю, ученые отнеслись к поэзии как к искусству, предъявили к ней высокие требования и нашли новые формы для выражения интимных переживаний. Среди них Катул был, несомненно, самым талантливым. Его стихотворения отличались особой искренностью, живостью чувства, лирической силой и простотой. Лирика Катулла в большей своей части вдохновлена любовью к Лодии, знатной римлинке, блестящей и, пожалуй, самой безнравственной красавице римского большого света, которую поэт в стихах называл «лезбией» по имени знаменитой поэтессы острова Леспос – Сапфо. Сейчас трудно установить последовательность написания стихотворений, отражавшую, по-видимому, памятные вехи отношений возлюбленных. Но все-таки можно проследить основные этапы развивавшейся счастливой и горькой любви. Первые встречи влюбленных были радостны и сулили большое счастье. Потом начались подозрения, укоры в неверности, вспышки ревности, размолвки и, наконец, разрыв. Все эти проявления любовного чувства Катул выражает предельно искренне. При этом, описывая свою большую, охватившую его целиком любовь, Катул изображает ее не стихийной и не подпадающей под власть разума страстью, а чувством, глубоко сознательным и поверяемым рассудком. Своеобразие стихотворений Катулы о любви можно понять лишь в сопоставлении с греческой поэзией, его учителей и предшествующей ему римской лирикой. Если для греческих поэтов любовь – игра, если она всегда сопровождается легкой иронией, то в стихотворениях Катула и неотериков она предстает серьезным, торжественным и даже трагическим чувством, приобретая соответствующее значение. При таком отношении к любви малейшее подозрение в неверности, а тем более измена, воспринимаются подрывом всей системы жизненно-нравственных ценностей и их полной катастрофой. Любовь в этом свете получает новое качество, возвышенно-духовное. Это открытие духовной любви, пишет Гаспаров, величайшее новшество и своеобразие Катула, выделяющее его из всей античной поэзии и роднящее с поэзией нового времени. В античности он не имел ни предшественников, ни последователей. Главная трудность заключалась в том, что поэтический язык античности знал слова для передачи физической любви, но не знал слов для передачи любви духовной. Катул мучительно искал слова, выражающие различия между любовью физической и любовью духовной. Трагическое для него раздвоение любви объясняет его знаменитую антитезу. В скорбных любовных стихах Катул выражает душевную раздвоенность своего чувства. Оказывается, он любил лезбию и физической, и духовной любовью, высокой и настоящей. Лезбия, однако, предпочла физическую любовь любовника, которую не может любить духовно. «Что же случилось? Твое безрассудство виной, что любовник жаждет тебя все сильней, но уж не может любить». В стихотворении «Нет, ни одна среди женщин такой похвалиться не может» Катул, отдавая себе отчет в порочности возлюбленной, уже не надеется вернуть любовь и дружбу лезбии, но он сознает, что духовная любовь – его вечный удел, приносящий ему бесконечное счастье и бесконечное страдание. Он клянется в дружеских чувствах, испытываемых в отношении к лезбии. «Нет, ни одна среди женщин такой похвалиться не может, преданной дружбой, как я, лезбия, был тебе друг». Крепче, чем узы любви, что когда-то двоих нас вязали, не было в мире еще крепких и вяжущих уз. Однако и дружба, и духовная любовь терпят крушение. Горечь поэта безмерна, он не сдерживает досады и бросает горький упрек. Ныне ж расколото сердце, шутя-то его раскололо, лезбия, страсть и печаль сердце разбили мое. А раз духовная близость стала невозможной, то отныне Катул превращает всякие отношения с бывшей возлюбленной, но ясно, что он перестал ее уважать из-за нравственно-сомнительных поступков. «Другом тебе я не буду, хоть стала б ты скромную снова». Однако разрыв не притупляет боли сердца и не излечивает от любовных ран. Катул обречен любить лезбию, и он как бы застывает в этом трагическом переживании, эфористически выражая свою трагедию. «Но разлюбить не могу, будь хоть преступницей ты». В других стихотворениях поэт умоляет богов вернуть ему любовь лезбии, понимая, что это невозможно. Все стихотворения цикла свидетельствуют о том, что чувство Катула и весь его нравственный облик несравнимы с переживаниями, поступками и этическими нормами прекрасной, но легкомысленной замужней римлянки. Ее обессмертили искреннее в своей исключительной выразительности стихотворения Катула. Не менее важен для Катула культ дружбы. Об этом чувстве Катул тоже сказал новое слово в римской поэзии. «Дружба очень ценилась в культуре Рима. Этот добродетель считалось основой нравственности. Катул не стоит в стороне от общества. Он гордится своими друзьями и их деяниями, каждый акт дружбы встречая гиперболической хвалой, а любое проявление неверности – столь же преувеличенной хулой, доходящей до изысканно грубой брани». Катулу, однако, привлекает в дружбе не общее служение государству, не деятельность на пользу общества, а интимное отношение, личная близость, словом, то, что впоследствии стало называться «пиршеством духа» – обмен мыслями, мечтами, общением и доверительный разговор душ. В таком дружеском союзе всякая мелочь приобретает особое значение, но высокие критерии дружбы, провозглашаемые Катулом, часто не выдерживаются его знакомцами, и поэт с горечью замечает, как падают нравы, как изменяют и предают друзьям, хвалившиеся своей верностью и притворявшиеся преданными. Так рождаются скорбные строки о торжестве пороков, ставших привычными в римском обществе. Нет, не надейся приязнь заслужить и признательность друга. Благочестивой любви лучше в награду не жди. Неблагодарность царит, добро не приносит награды. Где уж награды? Добро горечь родит и тоску. Так и со мной. Врагом моим злейшим и самым жестоким тот оказался, кому другом и братом я был. Это осквернение высокой нравственности, принципы которой восходят к древнейшим временам, находит в катуле решительного противника. В своих язвительных ямбах, адресуемых Цезарю, Помпею и их сторонникам, он издевается над современными ему нравами, допускающими покровительство и потворство бездарностям, ничтожествам, развратникам и лихаимцам. Общественные деятели, стоящие у власти, по убеждению катула, лишь позорят и губят республику. В обращенных к ним обличительных стихотворениях катул часто пользовался сравнениями, географическими названиями, применял необычный ритм и различные размеры, перемещал сюжетный центр в конец стихотворения. Его стиль, по наблюдению ученых, играет контрастами высокого и грубого, поэтического и просторечного. В его языке архаические обороты сопоставлены с модными греческими заимствованиями. Его стих все время дразнит изысканными и эффектными ритмами. Все это создает постоянную эмоциональную напряженность, которая в зависимости от поворота темы осмысляется то, как ликующая насмешка, то, как трагическая мука. Две крайности, между которыми мечется поэтическое сознание катула. В России катул был хорошо известен с XVIII века. Пушкин перевел стихотворение катула мальчику «Пьяное горечью фалерно». Полный перевод его стихотворений осуществил фет, который назвал катула римским Пушкиным, и писал «Лучше мы не можем очертить личного и художественного характера нашего поэта. Тот и другой – светские юноши, ищущие жизненных наслаждений и умеющие находить их во всех предметах. Чистые и честные натуры, они не опирались на какую-нибудь сознательную этику, а руководствовались одним преемственным чувством». Нет, ни одна среди женщин такой похвалиться не может. «Преданной дружбой, как я, лесбия, был тебе друг, крепче, чем узы любви, чем когда-то двоих нас вязали. Не было в мире еще крепких и вяжущих уз. Ныне же расколото сердце, шутя ты его расколола. Лесбия, страсть и печаль сердце разбили мое. Другом тебе я не буду, хоть стала бы ты скромную снова. Но разлюбить не могу, будь хоть преступницей ты». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова